Всемирный день науки за мир и развитие отмечается ежегодно 10 ноября. Празднуется дата без широкой помпы. Ее цель повысить осознание пользы науки и напомнить о необходимости использования научно-технических достижений во благо человеческой цивилизации. А еще повысить уровень информированности общественности о важности науки, что мы делаем каждую неделю в своей программе. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». И вот о чем мы поговорим сегодня. Расширить партнерство. Что ожидает КФУ от визита делегаций Турецкой Республики? Встречают подежки, провожают уже по уму, так и в трудоустройстве. Билет в будущее. Как студентов КФУ учили правильно составлять резюме? Сами экономисты должны уметь жить в эпоху перемен. Концентрация на экономике. Как Институт управления экономики и финансов подготовился к вызовам в новых реалиях? Казанский федеральный университет намерен расширять взаимодействие с турецкими вузами и компаниями по широкому спектру направлений. Об этом заявил ректор КФУ Ленар Сафин во время визита делегации Турецкой Республики в Казанский университет. Ее возглавил президент Всемирной конфедерации этноспорта. Сопредседатель попечительского совета университета ИБН Хальдун Белял Эрдоган. Членам делегации провели экскурсию по музею истории, императорскому залу и мемориальной аудитории. Участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Так, ректор университета ИБН Хальдун Атилла Аркан высоко оценил потенциал одного из ведущих вузов России. Он выразил заинтересованность в выстраивании эффективного партнерства, укреплении научно-образовательных и культурных связей. Ленар Сафин, в свою очередь, уточнил, что КФУ готов рассмотреть новые предложения и открывающиеся перспективы между вузами и странами. Также ректор КФУ принял участие во встрече президента Татарстана с Белялом Эрдоганом. Встреча прошла в Казанском Кремле. Рустам Иниханов отметил, что сегодня контакты на всех уровнях всегда дают хороший импульс к развитию сотрудничества, направленного на укрепление двусторонних отношений между Россией и Турцией. Он подчеркнул, что особое значение уделяется развитию татарстанско-турецкого торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Необычный чемпионат прошел в Казанском университете. Это чемпионат по резюме. В нем приняли участие 100 студентов КФУ. Они учились составлять портфолио. Им провели лекции и мастер-классы. В качестве экспертов выступили HR-специалистов, ведущих компаний Республики и России. Организатором мероприятия выступил Центр по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике КФУ. А сам проект реализуется при поддержке Росмолодежи. В Казанском университете проводятся разные акции по трудоустройству студентов. Но в них, как правило, участвуют студенты последних курсов. На чемпионат по резюме были приглашены и первокурсники. Так, участники с самого начала учебы накапливают знания по самопрезентации, знакомятся с возможностями кадрового рынка, приобретают опыт для будущей профессии. Одни специалисты считают, что правильно составленное резюме – это своего рода билет на интервью с работодателем. Другие утверждают, главная задача – показать настоящую стоимость соискателя как профессионала. Так каким должно быть идеальное резюме? Узнала Эльвина Минобуддинова. До 17 лет я жил в родовом замке, где благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу был прилично воспитанный и получил изрядное образование. Ныне расставшись своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле брани, прошу зачислить меня в роту черногвардейцев Его Величества. В кино или в жизни к написанию резюме везде и всегда нужно подходить с умом, но не следуя примеру главного героя фильма. В этом ремесле есть свои особенности – конкретность, краткость, правдивость, избирательность. Всеми известны принципы успешности резюме. И, казалось бы, пиши и придерживайся их. Но на деле все не так просто. Написанию по-настоящему успешного резюме нужно поучиться. Освоить ремесло написания резюме удалось студентам Казанского университета. В течение двух дней ребята учились и соревновались в чемпионате по чутким наблюдениям экспертов и чар-специалистов различных компаний. Я как менеджер по подбору персонала очень часто сталкиваюсь даже с тем, что люди опытные, имеющие даже достаточно высокие позиции, не всегда умеют корректно представить свой опыт работы, представить себя как личность. Участники слушали лекции, прошли мастер-класс, оформляли резюме с экспертом. Инициатором мероприятия стал Центр по организации временной занятости, обучающихся КФУ. Чемпионат по резюме – победитель всероссийского конкурса молодежных проектов. Прошло мероприятие в этом году впервые и теперь будет организовываться ежегодно. Самая главная визитная карточка студента и самое главное, с чем идет выпускник и студент к работодателю – это резюме. Как говорится, встречают по одежке, провожают уже по уму. Так и в трудоустройстве встречают по резюме, провожают по опыту и компетенциям. И, соответственно, здесь нам важно дать студентам азы формирования своего резюме, своей визитной карточки. Встречают по одежке, провожают по уму. Житейская мудрость и золотое правило. Действует оно и при трудоустройстве на работу. Здесь все начинается с профиля – резюме кандидата, а завершается собеседование. Естественно, подбор кандидата на ту или иную должность для специалиста по подбору начинается с профиля должности. То есть мы формируем портреты, профиль кандидата. Мы понимаем, какие должны быть обязанности, какие должны быть навыки. Фотография, общая информация, контакты, опыт работы, образование, навыки и сопроводительное письмо – вот основные пункты резюме. Слово «резюме» с французского переводится как «сводка», «краткое изложение». Как твердят все эксперты, оно должно придерживаться четких правил, быть информативным и структурированным. Есть определенные правила заполнения резюме. Мы смотрим на полноту этого резюме. То есть резюме делится на некоторые части. Первая часть – это о себе, фотографии и данные о себе. Далее идет часть об опыте работы, об образовании, о ключевых навыках. То есть мы смотрим полноту резюме. Претендуя на вакансию, важно узнать больше о компании и о желаемой должности. Не откликаться на все вакансии подряд, а подходить к выбору с умом, советуют эксперты. Обратить внимание, соискателю следует и на другие моменты. Частые ошибки в резюме – это грамматические, как правило. Далее бывает, что люди откликаются на вакансии, нерелевантны их опыту. То есть им нравится компания, они сделали отклик, может быть, даже на несколько вакансий в этой компании, но они не прочитали, какие функциональные обязанности у данной вакансии. Резюме должно быть ясным. Есть какой-то опыт работы – пиши. Таким правилам следует руководствоваться по словам экспертов. А студентам помнить – стажировка и практика – тоже опыт. Камила Гельманова – студентка третьего курса Института психологии и образования. Почти ни одно мероприятие университета не обходится без ее участия. Чемпионат не стал исключением. Писал резюме Камила впервые. Но с трудоустройством участница удавалась сталкиваться не раз. Камила работает в сфере онлайн-образования с первого курса. Я резюме до этого мероприятия никогда не писала. И вот это был первый раз, собственно говоря. Я думаю, весьма успешно. Теперь я знаю, как подавать себя сильной стороны, что мне нужно, в принципе, показывать рекрутеру. Денис Давыдов тоже не упустил возможность поучаствовать в чемпионате. Еще в прошлом году он стал студентом Годы России. Теперь он аспирант первого курса. Но до сих пор Денис продолжает вести активную студенческую жизнь и успешно совмещать ее с учебой и работой. Резюме, конечно, Денису удавалось писать не впервые. Он руководитель отдела продаж. И как никто знает, как правильно себя представить. Всегда есть куда расти. Такого правила придерживается Денис. Желание узнать экспертное мнение побудило его к участию. Действительно, резюме писал достаточно много и на русском, и на английском языке. Но рынок трудоустройства очень часто меняется, особенно в текущих непредвиденных реалиях. Поэтому всегда интересно узнать, что это новое. Особенно от экспертов и HR-специалистов, которые непосредственно это резюме и рассматривают. Потому что для тех, кто ищет работу, самый сложный, наверное, этап – это как раз-таки первый этап, когда ты отправляешь резюме и ждешь приглашения на забеседование. Если ты являешься человеком, который ищет работу, ты должен изучить компанию. Посмотреть, что конкретно она делает, интересно ли тебе это, и что ты можешь туда привнести. Но главное в любом деле – желание и мотивация человека. При трудоустройстве действуют те же законы. Большую роль играет – это мотивация человека. Он должен быть замотивирован. То есть желание – желание получить эту должность, желание не развиваться. То есть у него может быть прекрасное резюме, быть у сотрудника, у кандидата потенциального. Но нет огонька, так скажем, не то что в глазах, нет огонька в его разговоре. Главное – быть заряженным, иметь высокую мотивацию и ее собеседнику транслировать. Победителями стали 10 студентов. Кроме дипломов и подарков, победители получили самое ценное – предложение о работе. Мероприятие проводилось впервые и теперь будет организовываться ежегодно. В этом году участниками чемпионата по резюме стали свыше 100 студентов вуза. Эльвина Минобудзинова, Никита Акиншин, Хафиз Гараев, КФУ «Итоги недели». Одну из основных проблем в сфере экономики эксперты признают, как ни странно, дефицит квалифицированных кадров. На российском рынке труда формируются новые тенденции. Одна из них – рост конкуренции за наем востребованных специалистов. Сейчас в экономике и промышленности происходят глобальные изменения. Меняется геополитическая обстановка в мире и основной сектор, который первым на это реагирует – экономический. А как готовить кадры для управления в экономике в столь нестабильное время? Для Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, который занимает в Поволжье первое место по подготовке специалистов экономического профиля, этот вопрос – один из главных. О перспективах новых проектов и сотрудничестве с зарубежными партнерами в условиях жестких санкций в отношении России мы поговорим сегодня с руководителем Института доктором экономических наук Наилей Багауддиновой. Здравствуйте, Нелега Мировна. Здравствуйте. Мы живем в быстром меняющемся мире, особенно в сфере экономики. Вот как в этом свете Институт управления экономикой и финансов меняется сам, двигается, в каком направлении? Естественно, все глобальные изменения, все геополитические моменты сказываются на изменениях Института. Но нет ничего лучше какого-то консервативного ядра. И прежде чем изучать изменения, необходимо знать основы. Естественно, мы работаем над теми глобальными изменениями, которые есть. Мы понимаем, что очень сильно изменился рынок ценных бумаг, очень сильно изменился финансовый рынок. Но все эти изменения ведь начались уже давно. И я хочу сказать, что сам Институт управления экономикой и финансов, когда был создан путем слияния всех экономических структур в одну в 2014 году, он поменялся уже тогда. Очень многие специальности, которые были классические в 2014 году, они ушли или преобразовались, или укрупнились и стали существовать в каком-то одном виде, например, финансы и кредит. Когда это было несколько кафедр, сейчас это одна кафедра. Очень многие вещи тоже объединились и стали более фундаментальными, более научными. Но мы никогда не отстаем от времени. Естественно, мы занимаемся теми моментами, которые происходят. Но это как бы жизнь. Когда мы учили студентов 30-40 лет назад, даже строй был другой, мы закладывали ряд изменений, которые есть. Ребята должны уметь, вообще сами экономисты должны уметь жить в эпоху перемен. Хоть китайцы говорят, что это очень сложно, но экономистам надо уметь жить в эпоху перемен. Но почему у экономистов это получается? Потому что они обладают базовыми знаниями. Есть ряд дисциплин, которые по-разному к ним относятся. Говорят, что это умирающая специальность. Я абсолютно не согласна. Но если человек знает, как формируется баланс, знает, как формируется доходная часть его бюджета, он никогда не останется без работы. И он всегда будет знать, какие изменения могут повлиять на его организацию. Потому что он будет знать, прежде всего, правильно, как сосчитать прибыль. Банальные вещи вроде бы. Мы этому учим. Но вот эта банальность, с одной стороны, знание основ экономики, знание основ бухгалтерии, приводит к тому, что ребята становятся очень востребованными специалистами в мире. Мне очень приятно назвать фамилии людей, которые практически руководят республикой. Это Майорат Адипович Софиулин. Это наш представитель политического совета Гафаров Шамиль Хамидович. Это самые крупные фигуры. Это очень приятно говорить о том, что выпускником нашего института, прежде всего финансово, является вице-премьер России Хуснулин. Они все отличаются тем, что они обладают базовыми экономическими знаниями. Мы можем что угодно говорить, но прежде чем построить шикарный дом и шикарную основу, надо знать, как класть фундамент. Вот это мы учим. Может быть, иногда это кажется скучно. Но когда они выходят в жизнь, им это очень пригождается. Институт, конечно же, поменялся. Он немножко поменял лицо, структуру. Но прежде всего изменился контингент студентов. И я с гордостью могу сказать, что количество иностранных студентов сегодня – это почти 30% наших студентов. Вот, кстати говоря, об иностранных студентах. Вы очень плотно взаимодействуете с зарубежными университетами. Можно ли узнать несколько примеров, результатов вот такой работы? Ну, прежде всего, мы пока, конечно, поставили на паузу. Мы очень плодотворно работали с Европой. У нас работает до сих пор программа «Общестратегический менеджмент», магистрская программа. На нее всегда приезжают ребята из-за рубежа. Но сейчас, если не из Европы, то очень эта программа востребована среди лиц из даже Южной Америки. Есть программа «Бакалаврская экономика международный бизнес». Мы думали, что она сделана совместно с Лондонской школой экономики. Но мы думали, что будет пауза. Нет. Ребята также едут. Туда едет Китай. Туда едет та же Латинская Америка. Туда едут представители африканских стран. И, в общем-то, спрос на программу тоже существует. И отдельно, конечно, хотелось бы сказать о нашей дружбе, о наших просто прекрасных взаимоотношениях с Республикой Узбекистан. У нас самое большое количество узбекских студентов – это у нас. То есть они учатся везде. Они учатся на бакалавриате на всех направлениях. Если когда-то они понимали, что есть мировая экономика, сейчас они учатся везде. Ну, кстати говоря, о качестве различной критики же есть, когда говорят, вот, студенты из Средней Азии. Но на самом деле учиться же очень сложно. Там не доучишься, если ты не будешь ходить на пары. Ну, во-первых, я могу сказать, это, наверное, одно из замечаний, которые я слышу. Но мы отчисляем зарубежных студентов, несмотря на то, что у нас где-то просят держать контингент. Мы не держим контингент. Я считаю, что у нас очень сильный образовательный блок, который контролирует все это. И если ребята не учатся, помимо того, что не платят и не учатся, мы расстаемся с такими ребятами. Это те, кто доходят уже. Да, да. И я хочу сказать, что все ребята, кто закончил, вот особенно Узбекистан, Туркменистан, все, кто закончил наши уже, получили специальности у нас, или в бакалавриате, или в магистратуре, у них очень хороший карьерный рост в Узбекистане. Ну, это, кстати, на прошлой неделе у нас был в гостях в нашей студии ваш заместитель, Влад Запаром. Мы говорили с ним о студенческих стартапах, об этом проекте. А как вообще ведется работа со студентами? Работа со студентами начинается с первого курса. Дело в том, что любое участие в любых научных кружках, в любых научных сообществах, студенческих научных обществах и стартапах, это же плюс к тому, когда они подаются на стипендии президента, на повышенные стипендии. Просто одно дело для давая стипендию, другое дело повышенное. Повышенные стипендии – это, естественно, конференция, наука и так далее. Таких проектов очень много. И сейчас и Россия проводит очень много проектов, и мы проводим очень много проектов. Сейчас студентам некогда сидеть. То есть, если студент хочет где-то себя проявить, у него возможностей намного больше. Когда мы учились, у нас было меньше социальных лифтов. Да, у нас был комсомол, у нас были стройотряды, но научные кружки как-то там было немножечко по-другому. Сейчас мы немножечко занимаемся популяризацией науки. Поп. Ну, не все профессора любят слово научпоп, но мы идем к ребятам через это. Им нравится. То, что касается стартапов, мне очень приятно, что, несмотря на то, что как бы весь университет участвовал, большее количество вошли наши ребята, потому что надо, я еще раз говорю, надо уметь составить что? Бизнес-план. Надо знать основу, формирование и функционирование предприятия. Да, мы это мучим. Этого недостаточно на естественных научных факультетах. И это мы как бы пытаемся через технологическое предпринимательство дать другим институтам. Ну, и в завершение, да, говоря о стратегическом видении, сначала хотел спросить про этот год, но все-таки до 2025-го. Вот какую цель вы ставите для, не только для института, но в том числе и для себя, потому что вы тоже являетесь частью института, большой частью. Ну, во-первых, стать передовым – это одно, сохранить титул чемпиона – это другое. Но прежде всего, первым делом я хотела бы, чтобы мы сохранили те лидирующие позиции, которые мы занимаем сейчас. Конечно, мне бы хотелось, чтобы к нам также ехали зарубежные студенты. И хотелось бы немножко расширить ареал. Может быть, это будет Персидский залив, может быть, это будет также Южная Америка. Дальше мне бы очень хотелось, чтобы стартапы развивались дальше. Чтобы ребята вот сами занимались бизнесом, уже учились этому заниматься. Если в каких-то нациях уже, ну, скажем так, предпринимательство идет на генном уровне, наших надо немного учить. И вы понимаете, я очень не люблю говорить, что вот быстрее, выше, сильнее. Это классно. Но вообще самая главная цель любого института и любого директора – сформировать личность. И эта личность формируется в той среде, которую мы делаем. Самая главная, все-таки, это та среда, которая, та обстановка, в которой ребята живут. Им нравится. Они считают эконом своим домом. И я считаю, что это самая главная оценка, которую они мне сегодня дали. И поэтому, ну, естественно, чтобы эконом всегда остался чемпионом. Большое спасибо за интересную беседу. О главных событиях в университете на этой неделе и других новостях через пару минут во второй части программы. Новый миропорядок, взаимоотношения с Западом и информационная война. О чем говорили студенты с официальным представителем МИД России. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз. Ба! Знакомые все лица. Как великая комедия разлетелась на цитаты и почему у горя от ума так много редакций. В Казанском университете вновь стартуют бесплатные курсы татарского языка. Слушатели обучатся азам татарского, а также познакомятся с культурой татарского народа. На курсы записались свыше 100 человек. Занятия по татарскому языку для всех желающих проводятся с 2010 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Ведут их доценты-профессора Казанского университета. Сами уроки проходят по коммуникативной методике. Участников учат слушать, читать, говорить и писать на татарском языке. В программу включен и культурный компонент. Слушатели курсов привлекаются к национальным мероприятиям, посещают театральные постановки. На курсы приходят не только представители разных наций, проживающих в регионе. Посещают лекции и иностранцы, граждане Африки, Китая. Их привлекают разнообразие культур и необычная языковая среда. Кстати, желающие еще могут присоединиться к урокам. Какими еще событиями из жизни университета и республики ознаменовалась эта неделя? Узнаете из нашего дайджеста. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с президентом благотворительного фонда Русфонд Львом Амбиндером. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в проекте развития национального РДКМ. Напомним, в сентябре 2018 года ИФМИП КФУ совместно с Русфондом запустили в работу первой в России специализированную лабораторию для потенциальных доноров костного мозга. Мощность лаборатории на сегодняшний день составляет 25 тысяч типирований в год. Новый миропорядок, взаимоотношения с Западом и информационная война. Об этом шла речь во время телевстречи студентов и преподавателей КФУ с официальным представителем МИД России Марии Захаровой. Она собрала более 300 участников. Встреча прошла в формате открытого микрофона для вопросов. Поприветствовал Марию Захарову и ректор КФУ Ленар Сафин. Время у нас непростое и мы должны находить вопросы, ответы на вопросы точнее, которые ставят нам наши студенты. Центральной площадкой всероссийского экологического диктанта впервые стала Казани, в частности КФУ. Акция стартовала на этой неделе. Диктант проходит в формате тестирования. Он включает в себя 25 вопросов, которые разделены на 4 категории сложности. По итогам акции все участники получают сертификаты. КФУ посетили представители молодежного медиа-центра при Миноборнауке России. Молодые медийщики из 7 регионов и 11 вузов приехали в Казань, чтобы познакомиться с КФУ, культурой и историей города, пообщаться с журналистами республиканских СМИ, а также посетить карбоновый полигон Казанского университета. Экскурсия потрясающая. Большое спасибо Казанскому федеральному университету, работникам. Мы видим, что у вашего молодежного студенческого СМИ есть хорошая поддержка от университета, что не может не радовать. И мы видим, как работники и студенты вместе работают над созданием контента. Корреспондент канала Универ ТВ вошла в финал международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания». Что это за фестиваль и какая работа привлекла внимание жюри? Мы побеседуем с Маргаритой Михайловой, студенткой третьего курса высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ. Здравствуйте, Маргарита. Добрый день. Расскажите подробнее о фестивале. Кто стал его участником? Фестиваль «Телемания» — это международный фестиваль. Он проводится ГИТРом. Собственно, участвуют в нем как студенты, так и ученики школ, средних учебных заведений. Ну и также вне конкурсной программе участвуют профессионалы теле- и киноиндустрии и преподаватели. А как вы узнали о фестивале и почему решили принять в нем участие? Ну, мне о фестивале рассказала моя коллега. Я, честно говоря, долго сомневалась, стоит ли мне участвовать. Я в основном помогаю готовиться людям к фестивалям. И, в принципе, участвую в их организации. А тут достаточно интересная программа. Помимо этого, какие-то мастер-классы. Я подумала, что это достаточно интересно. И решила подать свою работу. Но изначально я готовила совершенно другой материал. Но в конечном итоге все-таки решила поэтический слэм отправить. Потому что, наверное, эта работа мне показалась наиболее подходящей. Ну вот как раз-таки о вашем репортаже. Расскажите о нем подробнее. Собственно, поэтический слэм был снят в конце лета. На тот момент я готовилась к своей командировке во Всероссийский детский центр «Орленок». И мне хотелось снять что-нибудь по-настоящему атмосферное, летнее. Но я не находила таких съемок. В принципе, на самом поэтическом слэме я оказалась совершенно случайной. Я пришла туда в качестве зрителя. Выступал мой любимый поэт Владимир Понкин. Я очень долго не могла попасть на его концерты. Пришла. И когда я начала его слушать, поняла, что мне хочется с ним лично пообщаться. А до этого я достаточно много кадров насняла для соцсетей. У меня с собой был фотик. С собой также я обычно кидаю петличку и свет мобильный. Потому что, ну, где-то хочется пофоткаться. Тем более ко мне приехал в гости мой друг. И так сложилось, что я нашла организаторов, договорилась с ними, сняла интервью как с поэтом, так и с другими участниками поэтического слэма. Помимо этого приехал певец Сережа Драгни и певица Мэри Гу. Интересное такое совпадение, да, получилось. И в итоге с таким не менее интересным продолжением. Скажите, кто входит в состав жюри? Ну, в состав жюри входят мэтрики, кино и телевидение. Режиссеры, продюсеры. К примеру, там есть продюсер фильма «Лед», «Притяжение». В принципе, достаточно, скажем таки, профессионалы своего дела. И хотелось бы с ними пообщаться уже поскорее. А номинация, в которой вы участвуете, называется «Лучший репортаж». В журналистике это один из самых популярных, но сложных жанров. На ваш взгляд, какие критерии могут обычный репортаж превратить в один из лучших? У вас лично есть примеры из отечественной репортажной журналистики? Ну, сложно сказать, есть ли какие-то примеры, но, наверное, хороший репортаж должен быть снят прежде всего человеком, который в этом материале заинтересован. Наверное, и так. Как вы думаете, что необычного увидели эксперты именно в вашем репортаже? Я думаю, они прочувствовали атмосферу. Это был действительно тот материал, который был снят, что называется, на кураже. То есть я сама не заметила, как я вошла в этот драйв. То есть я снимала, снимала, какие-то даже постановки были. То есть мой друг ходил по этому книжному маркету, смотрел хендмейд вещи, и мы снимали всякие монтажные фразы. Хотя на тот момент я не понимала, что это будет сюжет, и что буквально вот через пару часов я позвоню своему руководителю и скажу, Саша, я очень хочу выпустить этот материал, пожалуйста, давай мы это сделаем. А кто среди ваших конкурентов, может быть, уже смогли изучить их сюжеты? Ну, конкуренты у меня из Уральского университета, из Гитра. На самом деле в открытом доступе есть всего один сюжет, абьюз по-бурятски, конкуренция достаточно серьезная, материал тоже очень и очень хороший. Не знаю, как получится, как распределяться места, но соперники достойные. Традиционный вопрос, который задают многим журналистам, почему вы решили им стать? И вы относите себя к ним, кстати, или все-таки предпочитаете какой-то другой термин? Ну, мой путь в журналистике начался достаточно давно, еще со школьной скамьи. Я заведовала медианаправлением в школе, я занималась в медиастудии, участвовала в каких-то медиаконкурсах, и, в принципе, даже вот в 2019 году ездила в международный детский центр «Артек», там освещала международную смену, это был достаточно интересный опыт, но никогда не думала, что свяжу себя с журналистикой. И, в принципе, журналистом я себя называть пока, наверное, не готова. Я скорее медийщик по неволе, тот человек, которому медиа приносит счастье, так или иначе, и я нахожусь здесь, потому что это дело приносит мне огромное удовольствие и заставляет как-то развиваться, потому что, ну, по большому счету, все журналисты и медийщики — это такие дилетанты широкого профиля. То есть, когда у тебя появляется тема, ты досконально ее изучаешь, чтобы подготовить стоящий материал, и в дальнейшем уже сталкиваешься с той же самой тематикой и прокачиваешь свои скиллы. Ну, журналистика обширная, и вы представитель теле- и киноиндустрии. Я понимаю, что вы еще учитесь, но все же. Назовите главное качество телевизионного журналиста. Наверное, главное качество телевизионного журналиста — это любопытство, как ни странно, потому что, ну, это основное. Если ты не любопытен, ты не найдешь ничего интересного на площадке, это будет такой сухой материал, достаточно скупой. Ну и, наверное, осторожность, потому что осторожность важна всегда и везде — в формулировках, в работе, на площадке, в разговоре с тем, у кого вы берете интервью и с кем вы договариваетесь. А как давно вы работаете на Универ ТВ? Чему здесь учитесь и какие навыки для себя получаете? На Универ ТВ я работаю с мая этого года, и, наверное, это один из лучших и богатейших опытов за мою карьеру, которая вот началась, получается, совсем недавно. Мне очень нравится, что находятся какие-то съемки, на которых включается этот момент творчества. То есть, допустим, вот совсем недавно была съемка, мы приехали на медицинскую олимпиаду, и казалось, ну, это олимпиада, что-то может быть интересного. Максимум — пообщаться со студентами из других городов, спросить, как им вообще Казань, как им университет, как им олимпиада. Но там была достаточно интересная локация. Это был симуляционный центр института биологии, и там студенты устроили настоящий взрыв. То есть, это была такая квест-комната. Там лежали аниматоры, они изображали из себя людей, которые пострадали при взрыве. И, собственно, надев спецкостюмы, участники олимпиады должны были оказать всем экстренную медицинскую помощь. А кем в будущем вы себя видите? Где вообще планируете работать? Ну, на самом деле, вопрос достаточно сложный. Раньше я думала, что я хотела бы работать как медиапедагог, но как медиапедагог я себя реализую в данный момент. И, в принципе, мне это нравится. Я периодически езжу во Всероссийский детский центр «Орленок», в «Артек» я ездила, недавно побывала в смене. Это очень интересно, когда ты можешь кому-то помочь зажечь этот огонек, пробудить в ком-то этот интерес к журналистике. И это очень вдохновляет. Но в будущем я хотела бы потихонечку от этого уйти и, наверное, заняться больше кинематографией, потому что изначально я была нацелена именно на эту сферу. Но вернемся к фестивалю. Когда все-таки станут известны результаты? Результаты будут известны уже 21 ноября. Я приеду в Останкино. Там, собственно, в концертном зале будет награждение. Но перед награждением 19 числа будет индустриальный день в Гитре. Там мы познакомимся с членами жюри. Будут мастер-классы. Думаю, будет интересно. Большое вам спасибо. И желаем, конечно же, удачи и победы. Всего доброго. Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы. В случае принятия законопроекта правительство могло получить полномочия по созданию единого оператора цифровой рекламы. Именно он должен был управлять и контролировать все рекламные экраны и классифайды. Это касалось бы рынка наружной рекламы и сервисов интернет-объявлений. Законопроект вызвал широкий резонанс в стране. Против его принятия выступали не только представители отрасли. Также высказывались и в некоторых ведомствах мантимонопольной службе и Минцифре. Аргументы – монополизация рынка, развал большой части в интернет-секторе, закрытие крупных российских и мелких региональных компаний, которые вносят свою лепту в налоговую базу и, соответственно, потери рабочих мест. Сами же авторы законопроекта утверждали, это поможет защитить сервисы цифровых объявлений от кибератак. Видимо, аргументы противников оказались сильнее. Но эксперты уверены, скоро будут предложены новые инициативы для контроля контента на рекламных площадках. Однако не только эти новости стали главными на неделе. Какие из них заинтересовали моего соведущего Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Как бы не хотелось избежать темы волнений на отечественном информационном поле, надо признать, что на минувшей неделе оно достигло такого накала, что не сказать об этом будет как-то по-страусиному недозволительно. Речь идет о решениях в рамках специальной военной операции вокруг города Херсон. Мы совсем даже не собираемся обсуждать решения армейского командования. Они более чем наверняка знают, что делают. Впрочем, и сама наша армия держится в непростых условиях достойно, профессионально, ежедневно демонстрируя пример того, как приходится решать самые неординарные задачи, параллельно обучаясь, в том числе и на каких-то проблемах. Вот всего этого нельзя сказать о происходящем на информационном поле. Здесь какое-то обратное движение. И если, выражаясь военным языком, в феврале нам казалось, что в информационной битве у нас еще хоть фланги прикрыты, то сегодня видится какая-то оголенная степь вокруг Махновского гуляй-поля. События вокруг Херсона показали наглядно, что никакой единой информационной линии так и не выработано. В Акханале, что в средствах массовой информации, что в мессенджерах и соцсетях, причем зачастую разогретые вполне себе профессиональными журналистами, политологами, экспертами всех мастей, на минувшей неделе показало, что в военном плане Херсон дело поправимое. Но вот информационные окопы, хоть и заполнены, как стадионы на чемпионате мира по футболу, а летящие в них информационные гранаты, отбрасывать некому. Более того, кто-то еще и засел в этих окопах со своими взрывателями. Если удается что-то поймать и отбросить, то не совсем понятно куда. И потому все чаще проколы информационного сопровождения военных действий разрываются глубоко в стране. Ну а здесь медийщики и вовсе не понимают, что делать с теми проблемами, что набрасывают в голову простых людей те, кто вроде на стрия битв, но с не очень понятной стратегией и тактикой. И вот несется по всем каналам контент панически истеричного характера, работающий скорее на врага, нежели на стабилизацию ситуации в собственной стране, а уж тем паче на понимание того, что в реальности происходит. Сдаем город, караул, нам стреляют в спину, договорняк, позор страны, позор армии, боль сердца, трагические решения. Какие только смыслы не запущены в оборот вокруг решения военных. Давайте, наконец, несколько мыслей, откуда это все. Но не враги же в реальности наши военкоры, журналисты, эксперты в своей стране. Вот всего несколько предположений. Ну, во-первых, есть здесь доля обычного непрофессионализма или суперверы в свой профессионализм. Все это привело к тому, что в условиях долгосрочных кампаний медийщики просто перестали вести темы. Ну, слушайте, про непростые решения вокруг Херсона было сказано достаточно давно. Из всех сводок и поступившей информации было очевидно, что идет создание определенных укрепрайонов на противоположном Херсону береге Днепра. Группировку в десятки тысяч военных тоже невозможно вывести за пару часов, кстати, как гражданских. Этот процесс явно шел. И кто вел последовательно эту тему? Кто сопровождал вполне конкретный тезис российского командования весь последний месяц? А если такого не было, то вот и паника, что все так внезапно. Все новости, что называется, были на виду. Но когда нет строго определенной информационной линии поведения и сопровождения, то они летают по разным углам и никак не собираются в общую картину для общества. А потом наступает решение о подходе и все в панике. Второе. Отсутствие все той же единой информационной линии все время приводит к истерическим накачкам хотелок во вред реальности. Что преобладало в информационном поле в последнее время? Тема про то, как никто и никогда не сдаст Херсон. Как вы понимаете, эта тема шла вразрез с фактически имеющимися новостями. На медиаресурсах продолжается ржака Камеди, Малаховой, Милохины. А вот познавательный военпросвет, например, так никто и не запустил. А ведь неплохо бы согражданам рассказывать, какие бывают войны, чем отличается в них стратегия от тактики, почему сданная и сожженная в 1812 году, например, Москва, была началом взятия Парижа, а не поражением и тому подобное. К слову, даже страшно подумать, что было бы с Кутузовым и его армией, как бы в 1812 году существовал телеграмм и военкоры при нем. Так никто и не осмысливает вопрос введения военной цензуры и единого штаба управления информацией. Пока такой штаб есть у врага, это управляемый западом ЦИПСО. Собственно, по его методичкам и отбиваемся, и паники сеем, и общество вводим в заблуждение и нервозность. Профессор Евстафьев верно написал у себя в телеграм-канале, ЦИПСО работает по Херсону очень грамотно, потому что там не Арестович, это профессионалы из западных спецслужб. Но наше общество выздоравливает, многие люди не спали ночь, переживали, но не писали об этом в телеграме. Рядовые люди не писали, поправлю я уважаемого профессора. А вот медийщики колотили по клавишам от души, ибо в отличие от армии не понимают, как оценить ситуацию, скорректировать огонь, перегруппироваться, отказаться от чего-то во имя прорыва в чем-то. Здесь можно долго еще говорить о проблеме, но время, увы, поджимает. А потому простой совет. Попробуйте, пока наш информационный фронт вне сознанки, провести неделю медиагигиены и хотя бы дней 7 не читать и не смотреть в стороны информационных окопов. Мир вокруг станет понятнее сразу. Всего доброго. Ах, злые языки страшнее пистолета. Счастливые часов не наблюдают. А судьи кто? Эти кроватые выражения известны многим еще со школьных времен. Их автор русский поэт, историк, дипломат, лингвист и композитор Александр Грибоедов. Его произведение «Горе от ума», строки из которого я процитировал, исполняется через два года ровно 200 лет. Комедия написана разговорным языком и вольным ямбом. Для того времени это было новшеством. Благодаря афористичному слогу пьеса сразу после появления разошлась на пословице. В 19 веке все российские антрепренеры набирали актеров, ориентируясь на постановку «Горе от ума». Они считали, что труппа, подобранная под эту комедию, может поставить любую пьесу, потому что в ней присутствуют роли всех театральных амплова. Пьесу Грибоедов написал за год, но полностью комедия была напечатана лишь 40 лет спустя. Цензура не пропускала все произведения целиком. Однако читатели современника знакомились с комедией в списках. Текст переписывался вручную, печатался под разными редакциями, и самые редкие экземпляры до сих пор хранятся в отделе редких книг Казанского университета. Кто приложил руку к их приобретению, расскажет Амир Ахтямов. Александр Сергеевич Грибоедов русский поэт прозаик пианист известен благодаря пьесе в стихах Горя от ума, которую до сих пор ставят во многих театрах России. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз. Комедия в стихах Горя от ума задумана в Петербурге около 1816 года и закончена в 1824 году. Комедия Горя от ума вершина русской драматургии и поэзии. Яркий афористический стиль способствовал тому, что она вся разошлась на цитаты. Нельзя не упомянуть и о трех экземплярах первого издания Горя от ума, находящихся сейчас в университетской библиотеке. Первым в библиотеку Казанского университета попал экземпляр, записанный в инвентарную книгу под номером 13164. Научная библиотека Николая Лобачевского хранит бесценные реликвии, связанные с великим дипломатом и литератором. Например, у меня в руках его напечатанное произведение Горя от ума, на выцветших листах мы можем видеть почерк писателя. Интересным фактом является то, что сам Лобачевский приобрел несколько произведений новейшей отечественной словесности. Среди них было и Горя от ума. Второй экземпляр первого издания Горя от ума, хранящийся в университетской библиотеке, поступил вместе с личной библиотекой известного казанского библиофила, профессора русской словесности Казанского университета Николая Булича. На обороте обложки запись, а заглавленная сцена, не вошедшая ни в одно из известных мне изданий Горя от ума. Третий же экземпляр был из книжного собрания известнейшего театрального деятеля России, режиссера и актера второй половины 19 века Петра Медведева. Имеются сведения, что впервые произведение Горя от ума казанские любители театра поставили еще в 1832 году. Причем Чацкого блестяще играл Эраст Перцов, друг Пушкина, поэт и вольнодумец. О мирах темов Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. Прекраснейшая музыка души это доброта. Был уверен французский писатель и общественный деятель, ученый-мазыковед Ромен Ролан. Всемирный день доброты отмечают 13 ноября. Этот праздник в очередной раз напоминает нам. Доброта одно из лучших качеств человека, его отношений. Проявляя отзывчивость, дружелюбие, благородство или симпатию, мы делаем мир добрее. Дарите добро окружающим, улыбайтесь чаще и с большим удовольствием вновь говорю всего вам доброго.